Алхамду лилляхи Руббилалямин, вассалату вассаламу, аля набина Мухаммадин, аля алихи, вассахбихи, и вассалям. Баракалуфикум, продолжаем разбор темы единобожия вопросов и ответов. Мы дошли до темы Бабу Мача фелькухани ванахвихим, глава о предсказателях и им подобным. Предсказание братья Бара Клоуфику, Кахана, это заявление о чем-то скрытом. Заявление о чем-то скрытом. Будь то путем разгона птиц Татайюр, как мы говорили на прошлых уроках, будь то путем рисования каких-то черточек на земле, хат, будь то путем бросания камней, будь то путем взгляда на звезды, будь то через джинов, будь то через гороскопы, будь то через науку, которая называется нумерология, будь то на погадание на ладони, будь то гадание на ладони, будь то гадание на кофейной гуще и так далее и тому подобные пути Бара Клоуфикум, все это заходит во что? Кихана, предсказание. Шейх Рахиммагуллаху Тааля задает первый вопрос и говорит... Почему эта глава разбирается в такой книге, как книга о единобожии? Потому что в любой Кахана, в любом предсказании есть ширк, который противоречит единобожию. Следующий вопрос задает шейх, говорит... Какая связь между Кихана, предсказанием и ширком? Шейх отвечает и говорит... С двух сторон связь есть. Первое... То есть путем того или со стороны того, что человек заявляет о том, что он подобен Всевышнему Аллаху в знании о скрытом. А знание о скрытом только у Всевышнего Господа Субханалла Тааля. И люди, Барак Луфикум, каким образом заявляют о том, что они знают о скрытом? Либо через жинов, которые воруют откровения. Помните, мы с вами, Барак Луфикум, разбирали аят... И когда страх покидает их сердца, то есть сердца ангелов, они говорят, что сказал ваш Господь. И мы разбирали хадис, в котором говорится о том, что Господь Субханалла Тааля, когда говорит о каких-то откровениях, эти откровения доходят до ангелов и так далее и тому подобное. И джины становятся друг на друга и воруют эти сообщения. Или же Барак Луфикум заявляет о скрытом эти предсказатели, когда им джины сообщают о каких-то вещах в настоящее время или в прошлом. Потому что джины имеют очень большую скорость. И Барак Луфикум, допустим, у какого-то человека что-то пропало. И эти каганы обращаются к джинам, а мы знаем, что джин не будет служить к кагину до тех пор, пока он не предастся товарища Всевышнего Аллаха Паналталя. И когда эти каганы, эти предсказатели совершают ширк, джины начинают им служить. И, допустим, приходит какой-то человек к этому предсказателю и говорит, у меня своровали какую-то вещь. И этот предсказатель или же колдун подключает джинов, чтобы они, как говорится, провели независимое расследование. Правильно или нет? Значит, первым путем воровства джинны воруют сообщение с небес. Либо знают о настоящем и о прошлом. Потому что джинны имеют определенную силу, определенную скорость. Как кали и фритумин аль джинни ана атикаби и каблян такумами макамик. Всевышний Аллах рассказал о том, что джинн сказал Сулейману алейиссалям, я доставлю тебе трон. Откуда? Из Йемена. Куда? В Шам. До того, как ты встанешь со своего места. То есть либо телепортация, либо скорость соответствующая. Там сколько? Две-три тысячи километров, как минимум. Или же третий момент, Барак Луфекум, как она просто врут. Джинны им врут или они сами лгут. И это основа. 99% того, о чем говорят предсказатели и колдуны, это просто чистая галимая ложь. И об этом сказал Пророк Сулейман, даже когда он говорил о тех предсказателях, которым джинны сообщают о том, что они своровались с небес, они говорят одну правду и 99% лжи. Всевышний Аллах говорит в Коране Барак Луфекум, Не сообщить или не поведать о том, на кого снисходят шайтаны. Они нисходят на каждого лжеца и грешника. Поэтому все, кто гадает и так далее и тому подобное, они все являются кем в своей основе? Лжецами. И поэтому ученые Барак Луфекум говорят, что Каин — это тот, кто сообщает, а Сахир — тот, кто влияет. Говорят, Каин — юхбер, а Сахир — юэфер. Мы с вами брали в прошлых главах тему о колдовстве и говорили, что отличить черта колдуна, что он влияет на разум, влияет на тело и так далее и тому подобное, то есть может навредить. А Каин — это тот, кто сообщает. И нет сомнения, братья, в том, что предсказатель является кафиром, мушриком, неверующим. Всевышний Аллах. Почему? Потому что он заявляет о скрытом. То есть мы сказали, это первый путь того, каким образом Каин заходит в Ширк. Он сообщает о скрытом, во Всевышний Аллах сказал, «Ку лля я аляму, аль гайба манфис самовати валярды илля Аллах». «Скажи, никто из тех, кто на небесах и на земле не ведает сокровенное, кроме Аллаха». Второй Барак Луфекум путь, или вторая сторона, почему Каин является кафиром, «Мин джигади тахаррубы илля гайри лля и бестегдами джинни воли стиа на тебе хим». С той стороны Шир говорит, что эти люди, эти Каина, эти предсказатели приближаются к кому-то, кроме Всевышнего Аллаха, то есть путем использования джинов. То есть приближаются к джинам, предавая Аллаху субханталеса товарищей, потому что джин не служит колдуну и не служит предсказателю, пока тот не совершит какой-то Ширк. И как мы говорили с вами на прошлых главах, джин может заставить этого Каина или этого Сахира произнести жертву кому-то, кроме Всевышнего Аллаха. Или же у Али-Язбля совершить какой-то явный Куфр и Ширк, как справить нужду на Кур'ан, допустим, на Саллаху аль-Афу аль-Афи. Или написать Кур'ан задом наперед на Саллаху аль-Афу аль-Афи. И с этой стороны Кахана схожа с чем с колдовством. Значит, у Кахина он с двух сторон мушрик или кафир. Первое о том, что он заявляет о скрытом. Второе же Баракулу аль-Афи, то что он подобно колдуну совершает какой-то Ширк или какой-то ужасный Куфр, чтобы эти джинны начали ему прислуживать и сообщать ему о чем-то скрытом в Аллаху аль-Афи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok